Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шмоткова. Сегодня мы находимся в торговом центре «Можайский двор», где располагается самый большой в России парк активного отдыха «Белка-парк». И сегодня мы расскажем вам о нем более подробно. Побываем в разных зонах. Итак, Руслан, что же вы готовите и что же у вас есть для ваших гостей? Здравствуйте, Мария! В нашем центре 5 зон активного отдыха. Это батутный центр, троллей, ледяная горка, веревочный маршрут. Также мы проводим дни рождения. В этом центре могут также отдохнуть взрослые, дети. Взрослые могут остаться в кафе, провести очень хорошо время. Дети могут попрыгать. У нас очень высококвалицированные тренера есть, аниматоры. Они проследят за детьми. А я видела в вашем парке малышей. Для них тоже есть зона и как для них устроено пространство? Это получается детская зона. Туда можно пройти сопровождение с родителями бесплатно в этом плане. В детской зоне у нас есть батуты, есть горка. Все, что нужно для родителей. Честно, Руслан, завидуете ли вы тем мальчишкам и девчонкам, которые каждый день приходят в парк и прыгают на батутах, лазают, проходят маршруты по веревочному парку, скатываются с горок? Что чувствуете, глядя на них? Честно говоря, я вспоминаю свое детство. В моем детстве вот этого всего не было. Нравится самому то, что дети вот так развлекаются, отдыхают, то, что веселятся. Им очень нравится в этом плане то, что у нас вот проходит здесь все. Родители очень часто заказывают у вас и проводят дни рождения своих детей. Вот какие программы вы предлагаете для них? Есть ли, может быть, какие-то квесты, какие-то шоу-программы? Что есть? Расскажите. Здесь квест, первый час квеста получается. Их сопровождают тренера, аниматоры. Они проходят задания, тренера им дают задания, они должны пройти эти задания. По итогу они получают от нас подарки. Потом они могут попрыгать два часа на батутах во всех зонах нашего парка. И они очень довольны остаются в этом плане. Вы уже сказали о том, что у вас весь тренерский состав это настоящие профессионалы, знающие свое дело досконально. Они показывают разные трюки. А вот интересно, а могут ли они научить посетителей, ну, вполне вот на таком же уровне выполнять те или иные трюки? Конечно. У нас есть персональные тренировки. У нас проводят эти тренера очень, как бы, квалифицированно. Я смотрю на детей, они, как бы, учатся, правильно, и очень довольны остаются их. А вот все-таки батутный центр рассчитан только лишь на детей или взрослые тоже могут вспомнить свое детство и попытаться вместе с малышами попрыгать на батутах? Дети и взрослые, как бы, прыгают здесь. Учатся всяким трюкам, сальто. Это, как бы, и под присмотром наших тренировок. 15 минут раз в миг, и потом они идут, как бы, и прыгают, учатся всему. А если хотят научиться чему-то более интересному, да, берут тогда профессиональные тренировки. Вот примерно за какое количество тренировок можно научиться делать те или иные тренировки? Ну, если честно, это зависит от человека, как он хочет научиться прыгать. Я думаю, как бы, за 5 тренировок это вполне можно достичь всего, сделать какой-то шаг вперед. Спасибо, Руслан. Ну, а мы отправляемся дальше сегодня. Вместе с вами мы будем учиться прыгать на батутах в Белка-парке. Будем рады вас видеть. Приходите, отмечайте дни рождения у нас. Я думаю, вам понравится. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, еще будет много интересного. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я рад, что мне сказали, что вы меня сегодня научите правильно прыгать на батуте. Это так? Это так, обязательно, конечно. Дир, с чего мы начинаем? Вот прям сразу приступаем к прыжкам на сетку? Нет, нет. Прежде чем прыгать на батутах, мы проведем 5-минутную разминку и инструктаж. Тогда пойдемте? Пойдемте. Дир, а зачем нужна разминка? И почему нельзя без нее обойтись? Потому что, мне кажется, когда сюда приходят посетители в Белка-парк, им уже не терпится поскорее отправиться на батуты. А тут разминка. В основном так и бывает, ребята сразу бегут, но надо размять суставы, чтобы исключить риск. Ну, наверное, травмы, да, растяжение. Приступим к разминке? Да, давайте приступим. Что мы делаем? Так, руки на пояс, поворотики шеи влево, 10 раз, 8, 9, 10. Отлично. Так, вытянули руки в стороны, делаем махи руками назад. Поехали. Так же 10 раз? Да, все по 10. В другую сторону. Опять снули руки, вращение локтем с стами. Отлично. Ручки в замочек сложили, локти вместе, вращаем кистью. Получается, рука поднимается. И вот так вот, в другую сторону, кое-что самое. Справились. Сейчас мы садимся на коленочки. Даем руки на кулачки. Вот, и пальцы ног разминаем. Так, закончили упражнение. В упор лежа встаем. Тянем утре левую, правую ногу. Ребят, ну можно теперь приступить уже к прыжкам на батуте? Да, можно. Давайте приступим. Пойдемте тогда, пойдемте. Итак, Мария, вы прыгали до этого раньше на батуте? Ну, если честно, Диар, я никогда не прыгала на батуте, поэтому, ну, мне, мне, правда, немножко страшновато. Ну, это ничего страшного, уже были такие персонажи, так что мы вас всему научим. Мы проходим на батут, на сетку прям. Ой, ой, ой. Ноги свои пожестче, не расслабляемся. Сначала попрыгиваемся. Обычные прыжки. Правильно. Распрыгались. Ой! Ноги чуть шире. Ноги чуть, когда приземлялись. И пожестче. Теперь ручки на пояс. Вправо-влево. Прыжочки попробовали. Вправо-влево. Поувереннее. Ноги пожестче. Не волнуйтесь. Вперед-назад так же. Можете пройти на середину. Вот тут-то. Хорошо. Теперь, в принципе, вот сколько нужно занятий, чтобы научиться делать трюки? Чтобы трюки делать? Да. Ну, базовые упражнения. Это можно, в принципе, за пару тренировок базовые упражнения. А дальше, чтобы сальто-не сальто делать всякие упражнения. И в течение месяца, в принципе, можно научиться. Ну, то есть, если месяц заниматься и регулярно посещать тренировки, то можно научиться делать сальто? Конечно, без проблем. Конечно. У некоторых ребят даже талант есть. Они быстро учатся. Итак, Мария, у вас хорошо получается, но мы должны двигаться дальше. Что мы делаем? Прыгнули на попу. Мама. И остаемся на ней. Прыгнули. Мне страшно. Ноги держим вместе, носочки тянем. Ноги у нас жесткие. Руки вот чуть сзади спины. И себя ароматизируем. Вот прыгаем, прыгаем. Да, так. Помогаем руками, помогаем, помогаем. Отталкиваемся руками посильнее. Вот, отлично. Также пошли по часовой стелке, двигаемся. Прыгаем, прыгаем. Вот так. Мне кажется, у меня не получается. Нет, все у вас получается. Руками, руками, руками. Вот так вот, отлично. Теперь встали. Мы встали. Встали. Так, сейчас пробуем такое следующее упражнение. Прыгнули. Ножки ровно, оттолкнулись. Встали. Ой, у меня получилось. Отлично. Для первого раза вы очень хорошо справились. Ну, я думаю, что для первого раза мне достаточно на сегодня. Но я поняла, что это на самом деле не так просто. Да. Научиться правильно прыгать на батуте. И даже, наверное, это посложнее, чем просто пойти в фитнес и потягать железо. Обещаю приходить на тренировки. И, наверное, через месяц, Диар, как вы и обещали, научусь. Еще парочки трюковых элементов. Ну, сейчас, конечно же, можно попросить от вас мастер-класс? Диар, ну, конечно, чтобы научиться так круто прыгать, понадобится, пожалуй, не один месяц. Я знаю, что вы, естественно, профессиональные спортсмены и давно этим занимаетесь. Но, тем не менее, под вашим чутким руководством даже обычные ребята, дети, молодежь, взрослые учатся и у них тоже получается. Все правильно. Что есть еще в вашем центре? У нас есть параллоновая яма, куда мы можем попрыгать в скалодром, где мы можем полазить. Также канаты, на которых можем покататься и попрыгать. Ну что, может быть, пройдем тогда скалодром? Давайте попробуем. И спрыгнем в параллоновую яму? Давайте. Диар, мне кажется, что после посещения вашего парка все и взрослые дети будут в отличной спортивной форме. Потому что, мне кажется, здесь работают все группы мышц и пресс, и ноги, и руки, и спина. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, это безумное удовольствие. И, действительно, я сегодня прямо кунулась в свое детство. Потрясающие эмоции. Спасибо вам огромное, что у нас впереди скалодром. Да, скалодром. Попробуем залезть, ну хотя бы чуть-чуть. Давай левую сюда, правую дальше. Левую на оранжевую. Вот левую на оранжевую. Вот так вот. Отлично. Ого. На синюю ручку, ручку. Держишься? Да. Отлично. Ура, я это сделала. Сегодня я научилась прыгать на батуте. Прошла скалодром. Впереди поролоновая яма. Ну что, Диар, прыгаем? Прыгаем. Вы готовы? Ну да. Все, раз, два, три. Итак, Мария, на персонале тренировых мы еще предлагаем ребятам такой экстремальный прыжок. Называется он прыжок Веры. Вы даете мне руки. Становитесь на край платформы. Доверяйтесь полностью мне. Облака чести назад. Смотри прямо на меня. Так же, как ты на меня смотришь, так и смотришь. Не бойся. Руки в сторону. Ноги не уберя по себе. Так же падаешь. Смотришь на меня. Готова? Ну что, как и рассказывали мы нашим телезрителям, в парке активного воздуха Белка парк есть самая настоящая горка, поэтому независимо какая погода на улице, солнце, снег, дождь и какое время года, вы всегда можете прийти и покататься, что мы сейчас и сделаем. Все, бежали. Пойдемте? Да, конечно. На перегонке. А тогда скатывайтесь, вы первый. Хорошо. Ледянку так. Ледянка. Вот, отлично. Сели на попу. Можем вдвоем. Готовы? Ой, а, ну так. Палкиваемся. А ручками и руки здесь. Три, два. Подождите. Диар, а в детстве вы любили кататься на горке? Конечно. Чего же ходили? Да, конечно. А какие, наверное, это горки были, которые строили ваши родители, вы, наверное, сами помогали, да? Да. Заливали горки. В школьное время, конечно, как любой ребенок любил кататься, гулять. Честно, завидуете современным детям, которые могут в любое время года прокатиться на горке? Да. С белой завистью. Ну, иногда вам удается это сделать самому. Поехали? Поехали. Ух, а я все равно впереди. Браво! Я победила. Диар, что на нас одели? Где мы сейчас находимся? Мы находимся. Что-то завтра-то. Троллей. Мы на нас отцепили... Снаряжение, да? Да, снаряжение, чтобы прокатиться по нему. Патрос безопасный, никаких случаев ничего не было. Шлем. Так, чтобы вы не удалили. Ну, обязательно шлем, снаряжение. Все это проверяют ваши специалисты. Всегда есть сотрудник, который перед спуском еще раз, наверное, все проверяет. Проверяет. Надевшись, что все в норме, тогда, соответственно, открывает доступ к троллей. Спустя. Также вас в конце встречает один инструктор. Ну, так как ваш инструктор сегодня я, я так и вам тоже вас встречаю. Ну, давайте по традиции уже сложившиеся, да? Вы показывайте, ну, а я пытаюсь повторить, как это получится у меня. Все хорошо. Наблюдаю за вами сначала. Удачи вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все. Пошел. Отлично! Сегодня был очень яркий, очень насыщенный день, который я провела в Белкопарке. Я научилась прыгать на батуте, покорилась в колодром, прыгнула в поролоновую яму, скатила из горки, теперь троллей. Ну, чтобы все это испытать, нужно прийти сюда самому, взять детей, отлично провести время в Белкопарке, который располагается в торговом центре Можайский двор. Вы смотрели программу «Реальные кадры». С вами была Мария Шматкова. Пока, ну, а я продолжаю развлекаться. Это было классно! Субтитры сделал DimaTorzok